Вместо кукол они выбирают винтовки. Казалось бы, полевая стрельба не совсем женский вид спорта, но одесситки своими результатами доказывают обратное. В прошлом году бронзовым призером чемпионата Европы по стрельбе из пневматики стала Анна Ильина. Сейчас она претендует на Олимпиаду. Лицензию на паралимпийские игры уже завоевала Ирина Щетник. Она же отметилась сразу несколькими рекордами. Этот год получился весьма удачным для меня. Началось с февраля прошлого года в Эмиратах. Я сразу же установила на пневматике рекорд мира и финала. Рекорд был 248,3. В Корее его побили на две десятые китаянка. Это был чемпионат мира в Южной Корее. А в конце года этого в Сербии мне удалось его еще раз побить, но теперь уже на полтора очка. Поэтому я надеюсь, скоро не догонят. Появляются и совсем юные, но талантливые спортсменки. Валерия Островская пришла в секцию областной школы по полевой стрельбе в 10 лет. На последнем чемпионате Украины по полевой стрельбе в Киеве среди взрослых она выполнила норматив мастера спорта. Родители меня постоянно водили в разные парки. Любила в тире стрелять. Выбивала разные баночки, все такое. Выбивала порызы разные. Родителям показалось, что у меня есть потенциал. Решили найти эту школу. И здесь мой тренер со мной занимается. У меня с помощью всех усилий наших тренеров есть достижения. В Киеве одесситы выступили успешно. Чемпион мира и Европы среди паралимпийцев Андрей Дорошенко взял бронзу в положении лежа. Ирина Щетник заняла высокое пятое место. Вообще уже 4 одессита завоевали лицензии на паралимпийские игры 2020 года в Токио. Для паралимпийцев 2018 год был очень удачный. Мы выступали на чемпионате мира, где завоевали 13 медалей и 7 лицензий на участие в паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Из них 4 лицензии это одесситы. Стоев, Дорошенко, Ковальчук, Щетник. Потом мы выступали в Сербии в декабре месяце на чемпионате Европы. Тоже очень успешно завоевали 13 медалей и заняли первое место. В прошлом году к областной ДЮСШ по стрельбе присоединили еще один вид спорта – триатлон, в котором среди одесситов уже есть несколько мастеров спорта. Сейчас ведутся поиски и условия для тренировочной базы. Сам тир в спорткомплексе политеха отремонтировали полтора года назад. Количество детей с тех пор увеличилось. Нам нужен хороший комплекс. Сейчас не буду я, правда, открывать последние свои тайны. Идет серьезный разговор на уровне замгубернатора, министерства, еще ряд таких людей серьезных. О том, что в Одессе пора уже иметь хороший стрелковый комплекс. Пока это еще разговоры. Ничего не могу вам сказать. Не хватает оружия ребятам качественно, которые ребята в сборнике, мы стараемся их обеспечить. И стараемся обеспечить молодежь. Как появилась эта молодежь, мы сами не ожидали. Буквально так вот люди приходят, уходят, приходят. И вдруг мы смотрим, тренеры работают, смотрим – опа, группа образовалась. Ближайшие соревнования для молодежи, чемпионат Украины среди детских спортивных школ во Львове, пройдут в апреле. А вот паралимпийская сборная уже 12 февраля отправится на чемпионат мира в Объединенные Арабские Эмираты. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Спасибо.